поспевает молодая ежевика какая красота пахнет кислым всем привет сегодня после дождя мы решили проверить осинник потому что после дождя всегда в принципе появляются очень хорошие грибочки в таких местах и я уже кое-что нашла давайте-ка посмотрим что же это мне попалось смотрите вот такой вот грибочек мы попробуем выпить и достать смотрите какая нога это красноголовый подосиновик моя первая находка в этом месте и он достаточно чистый и сухой а это значит что он вчера не попал под дождь то есть вероятнее всего он вырос именно сегодня вот такая вот удача идем дальше ищем и вот еще одна находка как говорится надо искать рядышком всегда с теми грибами что мы нашли искать их невероятно сложно потому что разнообразие всяких листьев начиная от белых кончая коричневыми то есть и красный и желтый это очень сбивает с поиска потому что но и грибы появляются видите разные после дождя вот полно сыроежек полно свинок такие вот ребята встречаются сыроежки размокши то есть но и грибочки такие трудовые достаточно в этом осиннике за счет того что очень много разной листвы тяжеловато искать приходится напрягать глаз и этим самым поиски усложняются но иногда грибочки не такие аккуратные не сильно прячется посмотрите какой крепыш слышите какой звонки прям свежий после дождика под палочкой давайте попробуем его достать слушайте нога там конечно у него а пока сижу еще один нашла ребята и мне кажется и не один смотрите вот это нога чистейший смотрите просто классный и малышок вот такой вот мы супер и вот рядом какой кто-то его видимо кушал нога такая внутри обломалась прикроем пока я смотрите вот это ножище шикарно и вот такой вот попался крепыш это все потому что я пошла без корзинки а с пакетиком уху какой звенящий смотрите чистяк вот это классно как видали а супер все я вас уже увидела иду к вам вот это здесь ежевики посмотрите какие красавчики мне купались да у меня тут еще в пакетике это потому что я без корзинки проходите дальше о чем ждали у вас здесь грибы так с нами сегодня юрия это знаете почему нам повезло потому что с нами самый классный грибник краснодарского края раз показывай что нужно да вот он вот прям ежевики он старенький такой вот старенький уже все все а что нашла а вот смотри посмотрите что раз два три ясно вау ты даже только хочется вот есть ну да классный все я поняла куда ты меня звала вот они да семья посмотри какая да раз там два он я вижу да вот это да слушай а сзади еще видела сзади да вот он пять большой вот он и вот тут вот вот этот взяла да вот мы еще не сосчитали хорошо давай я вот вижу вот сзади да вот и вот еще смотри он сидит собирай ну давай давай собирай я ведь тоже хочу что-то найти так а юра у нас сегодня убегает и бегает потому что не хочет показывать свои грибы нам но мы все равно поймаем да нет еще пока нет я немножко отойду правее ту сторону хорошо а потом вас догоню вы если что меня аукаете да заросли такие нормальные гриб не везде гриб локально то есть только по вот таким вот местам труднопроходимо куда пойдет не каждый в принципе грибник из-за того что очень много ежевики очень много зарослей но на нас ты вообще не останавливает нас не пугает такие и граби мы идем смело такие дебри нам не привыкать с нами сегодня юрий широков это администратор группы вконтакте которая называется грибники краснодарского края адгеи юрий очень хорошо разбирается в грибах и если можно так выразиться просто везунчик на эти вещи юрий увлекается микологией он изучает грибы под микроскопом то есть такой вот миколог любитель и всегда очень выручает в распознавании каких-то неизвестных грибов то есть я всегда к нему обращаюсь он всегда готов помочь готов помочь разобраться что это за гриб всегда приходит на помощь так я возвращаюсь свое место где были найдены грибочки немножко отойдя грибников мы сегодня выехали с обеда потому что с утра было не очень актуально ехать в мокрый лес бродить по мокрой ежевике мы решили немножко подождать ну что пускай конечно грибников здесь прошло перед нами очень много мы надежду свою не потеряли и этим самым были вознаграждены лесовичок нас уже порадовал с первых шагов в лес если так можно сказать то есть гриб есть но трудовой надо его искать чем мы собственно и занимаемся день сегодня достаточно теплый выдался после дождя парка так на горке вам хочу сказать мы на возвышенности сейчас обитаем и это первая точка на сегодняшний день которую мы проверяем на наличие грибов все идем дальше идем дальше не размениваемся на мелкие грибы мелкие грибы мы пропускаем ищем целенаправленно то зачем я сюда приехал а именно подосиновики красноголовые и так далее все остальные виды и формы наших подосиновиков местных которые произрастают конкретно вот в таком вот биотопе то есть это осинники преимущественно осина потому что в других местах мы просто их не найдем так вот такие вот грибы часто не встречаются давайте посмотрим что это паутинники скорее всего надо взять его с собой чтобы юра нам его определил отдельно в пакетик так как с нами сегодня эксперт по грибам будем определять ох ты смотрите пока с вами болтаю вы это видите на пригорочке вот же он вот смотрите вот он какой вот это да ах какой классный сейчас я его сначала сфотографирую попробуем его выкрутить слушайте как слышите этот звук звук свежего хрустящего гриба колоссально смотрите какой там чистенький внутри вау как такой не заснять красавчик колючечках стоит лох какой сочный слышите звук ох царь подосиновиков чистяк волшебный вот это грибочки я понимаю это красота ох еще один какой махонький мне попался белоносковый подосиновик да ну все я теперь тоже могу себя смело назвать кем-то называется короли белоносковых подосиновиков шутка конечно приятно чуть не заблудилась вот такие вот заросли смотрите выше меня прям сейчас я тут пролезла по и кентября найдут своих грибников вон там наверняка где-то там а здесь папоротик и ажима я тут сходила проверила там грибочки нашла парочку несу на определение паутинник юри он тоже я думаю определил как паутинник осталось их найти слушай а много вот таких вот грибов я тебе сейчас несу показать я думаю что это тоже паутинники вот такие вот они да 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 вот я тоже тебе такое точно несу на определение вот это он и есть это паутинник да какой браслетчатый может быть да вроде как браслетчатый так на солнышко его сложно сказать особенно после дождя мокрые такие такие полянки прям ну как у тебя успеть вот есть классно пойдем вон еще какой-то этот светится до шляпочки это создана ранее да тоже вот прям полянки их много встречается на определение да тебе такой нужен он открытый да можно поизучать его буду а вот эти посмотри осиновые груздевики убегает до розовые пластинки до розовый тоже класс то в 8 они там земельки будут назови на чем будем пробовать их ночью неплохо да у тебя ну да да накосила ну пойдем вот там но батарейка мне кажется если б я здесь прошерстила я ведерко в другое конечно бы набрала во мы идем к тебе смотреть твои опята ну отлично вика нашла опята говорит стоило подумать о том что пора менять дислокацию как грибочки сами бросаются в пакетики корзиночки будто говорят не надо уезжать но тут еще есть хорошо значит пока пойдем посмотрим еще преимущественно здесь осины но присутствует также и сосны и дубок присутствует много выдернутых с корнями грибов что говорит о том что их выдернули конечно же не звери по грибники которые шли здесь вперед но тем не менее грибы мы находим то есть грибы еще есть я вот эти красивые нашла что это интересно так вот да это маслята слушай я маслята нашла ну а то какие чистенькие вау вот они маслята пожалуйста два штучки вот чистые свежие маслята дождевички полезли шиповатые смотрите уже не испорченные вот еще 2 рядышком на корню уже гнилые сразу что за грибок только желтенький она это они же есть девочки хорошо людей ходит конечно много вообще не пугает то что уже время третий час дня уже нужно домой собираться ножки тоже приехали пособеда такому на разведку мы приехали разведать посмотреть что тут есть немножко подсобрать за урабу менять место не будем задерживаться на одном потому что да грибы такие локальные не везде они такие же частые ладно не будем расстраиваться ищем дальше у я свинью нашла смотрите запомните свинушка красиво но это не там и цены даже правильными цены это гиганты ну да у них светлые ножки то эти шляпки такая яркая возьмешь это изучение положено доедет ли можно в пакетик и отдельно он еще вода вот и все вот и смотри вот еще малышка как у маленький вообще но опять и тут были единичного долюсногенный нет вот и старая пицца это же пицца вроде да что я даже сейчас не могу предположить кто еще может сейчас расти эти хасками ну после дождя они же любители повылазить любое время года микросы эти возьму вещь и на я тоже прям чуть не наступила на них вот они такие но видно что в растопченные бренда на дорожке и видимо кто-то на них лапу свою поставил черноголовки а вот еще с тобой ряды скандала да да красивая вот эти вот я их давай заберу ох такое ощущение что кто-то что-то наступил на них о малыши совсем там дай больше оставишь конечно куда маленькие какая прелесть тоже свои опята я нашла классная такие вот постановые прям черноголовые прям черная шляпка еще немножко опяток вот такие крепкие и единичные в основном вот они красавцы я думаю что их просто кто-то не нашел не увидели отсюда вот это у тебя глаз слушай алмаз просто за ними красивые такие напала на такой вот срез семейки кто-то резал на днях может даже сегодня какие-то не дорезали грибочки подожди бледную этот я подойду сфотографирую сейчас эти заберу тут прям ну резали неплохо я смотрю и вот семейка видимо или подросла или ее не заметили или может и стали подрастать их заберу заберем малышей черноголовиков прям хорошенькие такие классные люблю такого размерчика в лесу уже темнеет потому что уже скоро пять часов времени на поиски мало уже надо поторопиться я вот здесь ее тоже много находила и так прям один раз мы нашли порядка десяти яиц на одном месте вот она любит эти заросли она обожает просто вау это сколько ты уже нашел ну две класс ты сейчас сказала я как раз нашел ну да как ты думаешь что я нашла а? как ты думаешь не знаю сейчас посмотрю что это ну не пойму вроде как бы и да но она как-то съедена что ли а не дождик ли это? не знаю нет веселка судя по корешку веселка ну да веселка посмотрим почему она с дырочкой она съедена не знаю тут на бревнах есть опят но они довольно старые и размокшие вот они такие признаки признаков новых пока не обнаружено ну это вот такой всячный хватает там по-моему я вешенку нашла что-ли посмотрим что это такое ну вешенка а ну-ка иди сюда ну да рожковидная рожковидная тут что-то тоже это дымчатая говорушка угу она пустая мне кажется она прям червивая ну да прям червики ее вытащили прям ассортимент грибов но не тех которые нужны ладно движемся дальше мне кажется тут еще я говорушку нашла говорушка у нас берет юра так что мы ее сейчас ему и отдадим ай то ли вытоптал то ли она она после дождя вон две штуки они мокрые прям оставим тогда здесь их ну птичка запела как классно сырое достаточно место многообещающее плюс к тому же здесь низинка овражек и в этом овражеке ну просто должны быть конечно же опятки в любом случае надо это все просмотреть дело о здесь смотрите грушевидный дождевик какая прелесть но он уже подпорченный так пенечки 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 но на пенечках пока безжизненно безжизненно в плане опят но никак не других грибов потому что надо обсматривать все хоть уже и темно так прям ну прям трудно видно времени уже мало катастрофически осталось надо успеть бы проглядеть все что успеем проверим что не успеем ставим на следующий раз а все увидела кучку присмотрелась да нашли прям возле воды семью ну забирай чушь залезла вон ты говоришь подожди ну вон все я запечатлила забирай вон еще кучка их плохо видно просто давай за грибастой а мы идем искать в лещину тут такая интересная дорожка из грибов говорушка перевернутая раз-два-три сейчас даже сосчитаю четыре пять-шесть-семь-восемь-девять-десять десять на лист этих перевернутых говорушек а ты что нашел? дымчатая да дымчатая тоже мне попадалась в большом количестве а мне кажется они в засоле будут отменные в засол будут отменные пахнет как грибами вот здесь в этом месте прям вообще класс ничего себе дорожка счастья батюшки ну это потому что юра с нами это просто нет это просто юра с вами счастливший грибной вообще просто слов не слушай вот это да вообще слушаем такая грядка прям нормально класс а где ты говоришь еще ого и здесь тоже настолько более же раскрытая там помоложе земляры вот им да тоже классно матцы а я буду по опятам грибников больше чем грибов птички поют такой релакс вечерний какие грибники по горке идут такой вечер классный красивый такой релакс просто вы себе не представляете насколько это классно встречать закат вот находясь в лесу когда лес уже начинает потихоньку готовится ко сну классно тишину разрушают только грибники идем дальше много говорушек встречается дымчатых забираем их раз юра много набрал значит мы ему их и отдадим и он кликнул что там у него есть опята поэтому полезем ка на эту горочку и поглядим так что-то я тут еще нашла интересненько что это с аккуратненько сделаем посмотрим о это шампик ну да разово шампиночки шампиньон но шампиона мы не берем поэтому оставляем проходим мимо смотрите какое классное соседство сначала ствола начинается клавикарона корыночковидная смотрите какие шикарные кустики лохматые дальше вот вы желтенький любимый гриб как он называется но это вот это ищенко специалист чашечками вот он если там рассмотреть мельчайшие миксомицеты да какие-то смотри вот дальше идет видимо этот гимнопил до проникающий а здесь хлорацебория по краешку ну да клавикарона крыночка видно вот такое классное соседство и до конца ствола солнце садится точнее уже наверное села и в лесу уже просто темно и такое ощущение что грибы тоже ложатся спать поэтому не теряя надежды на завтрашний день завтрашний поиск мы возвращаемся к машине покажем что наловили сегодня что дала новая разведка в общем хороший был денечек пускай и немного времени было но нашли мы прилично сегодня все вот фото улов наш классный опять оговорушки подосики маслятки даже зонтики немножко но все равно классно а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»